Сейчас мы поговорим о процессе восстановления. Конечно, ортодоксальная православная церковь видит это как феномен Запада. Они не рассматривают это как часть своей собственной истории. Но католическая церковь где-то за столетия до начала реформации особенно нуждалась в обновлении и реформации. И по многим признакам прослеживалось, что было много сопротивления для этой реформации, для этого обновления в церкви. Поэтому в 1513 году был совет собран в Риме, посвященный теме реформации. Но этот совет ничего не сделал. И через четыре года, 1517 год, это как раз время начала протестантизма, время Мартина Лютера, что произвело большой раскол в Западной Церкви между католиками и протестантами. Что же произошло во время реформации? Что же произошло во время реформации? На европейском континенте реформация обрела две основные формы. Лютеранскую Особенно она была под влиянием Мартина Лютера И кальвинистскую И влиятельным человеком в этой реформации был Джон Кальвин из Женевы. Фактически он родом из Франции. Обои, и Лютер, и Кальвин, они хотели реформировать Церковь. Поэтому они использовали слово «реформация». Для них это слово означало реформацию существующей Церкви. Они не рассматривали себя кем-то таким, кто бы начинал новую Церковь. Но католики, они их отвергли и сказали, «Вы начинаете новую Церковь». Последователи Лютера и Кальвина не рассматривали себя как тех людей, которые начинают новую Церковь. Они видели себя как реформаторов, тех, которые реформируют существующую Церковь. И это означало, что они разработали принципы для реформации, которые были основаны на Писаниях. И они сказали, нам нужно изменить то, что в Церкви, изменить в свете Писаний. Поэтому они рассмотрели все формы, разные виды богослужений католиков. И кое-что из этого отвергли, потому что сказали, это не библейские принципы. Некоторые были приняты. И они модифили много принципов. что было изменено. Now, you can see this in how they approached an issue like baptism and an issue like Eucharist or communion. Интересно заметить, как они относились к крещению и к причастию. Поэтому они реформировали те церемонии, которые были уже в католической церкви. Now, here, in fact, the Lutherans were a bit less radical than the Calvinists. So, today, Lutheran services are nearer to Catholic than the reformed or Calvinist services. and also in the architecture of the churches. In the architecture of the churches. Now, with the reform and renewal of Catholic worship since the Vatican Council in 1960s, With the meaning. 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 Often, Lutheran service can look very similar to Catholic service. If we возьмем, допустим, и сравним богослужения этих католиков и лютеранские богослужения, они очень похожи. Now, when they reformed the church in the light of Scripture as they understood it, they obviously had key principles in their understanding of Scripture. And this, in fact, represented something new in the history of Christian doctrine. Now, the Lutherans had as their central principle of justification by faith. So, that became the central doctrinal point in all in the reforms they made. the Calvinists believed in justification by faith. But the key principle but their key principle was in the Latin phrase Soli Deo Gloria which means to God alone be the glory. And so, the Calvinists were focused on the transcendence of God the transcendence, the otherness of God. God is completely other. And on the holiness of God. And therefore, for Calvin, the issue of predestination was very important. And so, the role of the human was in some way suspect especially with Calvin. Now, in England another form of reformation faith emerged which is the Anglican tradition and the Anglican expression Anglican Christianity is probably more widespread in the world to play than Lutheran and Reformed and Reformed because of the influence of the British Empire. But the Anglican the Anglican the Answers were not determined by doctrine in the same way as Lutheran and Calvinists. Anglican 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 Церкви не фокусировала или не отделяла себя каким-либо такими выделяла себя каким-либо доктринами как, например, Lutheran или Calvinists. Англиканская традиция сформировалась вследствие политического компромисса. Поэтому англиканская традиция всегда включала некоторые элементы, которые были более похожими на католические, а некоторые элементы, которые были очень сильно протестантские. Поэтому эти два момента, они совмещались в одной и той же церкви. Поэтому эти были три основные движения в процессе реформации. Лютеранское, Кальвинистское и Англиканское движения. Также в 16-м столетии была еще одна группа реформистов, она очень часто называется радикальные реформисты. Это были люди, которые вначале изначально назывались анабаптистами. Анабаптистами они так назывались, потому что они не принимали крещение из других церквей. Анабаптист означал «это тот человек, который принял крещение заново». Три основные реформистские традиции все были очень тесно связаны с политической властью. Анабаптисты отвергли любую связь с политическими силами. И во многих во многих аспектах это было началом началом свободной церкви. Если не брать анабаптистов 16-го столетия, наоборот, если мы их возьмем и сравним с более поздними протестантами, они отличались. So, they were, for example, one major grouping from the Anabaptists it's the Mennonites. They were from the beginning against violence. They were a peace church. Это была церковь мира. Их члены церкви отказывались служить в армии. И у них очень сильная фокусировка находилась на том, чтобы жить общинной жизнью и жить дисциплинированной жизнью. Now, one reason the Anabaptists remained fairly small was that they were very severely persecuted. потому что их очень сильно притесняли, и гонения на них были сильные. Группы, которые отказывались от военной службы, очень часто рассматриваются как диссиденты, которые подрывают стабильность общества. Now, it was only in 1612, almost a century later, то есть, получается, столетие спустя появилась первая группа тех людей, которых мы сегодня называем баптисты. Now, obviously, the Baptists in many ways belong to this third grouping, to this grouping of the free churches очевидно, что баптисты, они принадлежат к этой третьей группе свободных церквей, радикальной реформации. Но в некоторых аспектах они были менее радикальными по сравнению с анабаптистами. Поэтому баптисты не стали такой мирной церковью, как, например, Меннониты. Особенно в англоязычном мире баптисты начали... Okay, now, you see, the big difference between the, what you may call the mainline reformation and the radical reformation and the radical reformation was in their approach to the existing church because the mainline reformation, Luther, Calvin, etc. Потому что, например, если возьмем лютеранов или кальвинистов, они рассматривали себя как тех людей, которые реформируют уже существующую церковь. Аннабаптисты они не видели себя как реформаторов уже существующей церкви. Они ничего не хотели иметь общего с этой церковью. Поэтому они видели себя как тех людей, которые заново строят, строят новую церковь на основании Нового Завета. И это важная разница. Одна из удивительных вещей, если мы посмотрим на процесс реформации, заключается в том, что 200 лет после реформации, до начала миссионерского движения в протестантских церквях. Было много католических миссионеров до этого времени. Но первые протестантские миссионеры появились, я думаю, что было несколько в 1706 году, которые поехали на юг Индии. Но по-настоящему миссионеров начали высылать, начиная с 1720-х годов. И с того времени по-настоящему началось миссионерское движение. Почему так произошло? Одна причина была то, что фокус реформации был всецело направлен на реформу. А потом на установке реформированных церквей на основании вот этой реформистской основы. Поэтому они не смотрели на нехристиан. Поэтому они не смотрели на нехристиан. Они полностью фокусировались на ситуацию, на ситуацию, которую на католиков, на установке и организации реформ. Если мы возьмем позже, то не было фокуса на евангелизации и на обращении новых людей. Потому что, если мы возьмем, посмотрим, одно из вещей, которые хотел Калвин и Лютер реформировать, это воспитать новых служителей. Но одной из больших проблем католической церкви до реформации было то, что были священники, которые были не обучены, не образованы, и они были интересовались этим. Поэтому лютеране и кальвинисты поставили большой акцент на образовании, особенно для служителей. Видите, фокус был на том, чтобы проповедовать Слово. Фокус был на правильном понимании Слова Божьего. Поэтому они фокусировались на том, чтобы дать глубокие знания и углубление в Слово Божье и разных языков для будущих проповедников. Потому что они видели, что одной из основных проблем это было равнодушие служителей, церковных служителей. Поэтому это было таким вот, фокусировкой такой. Это больше даже определялось внимание, чем на личную евангелизацию. Если вы поставите большой акцент на изучении Писания, может быть, многие переживут глубокое изменение, обновление и евангелизацию. Но где-то в 17-м столетии протестантские церкви столкнулись с проблемой недостатка духовной жизни и проблема в том, что они стали слишком интеллектуальными. Видите ли, с этим фокусом, акцентом на образовании, даже сегодня это мы видим последствия реформации. В Германии огромный фокус в том, что служители учатся в университетах. Они много лет учатся в университетах. И получается такой сухой интеллектуализм. И это, конечно же, привело к появлению новых движений. И особенно в лютеранской церкви, например, возьмем. Так же некоторые движения появились реформисткой, кальвинисткой. Такое движение, как пиетизм, на немецком пиетизмус. Это движение было в основном в лютеранской церкви, но также оно присутствовало и в других церквях. Среди группы разных верующих, на церковных группах, на домашних группах, на группах изучения Писания. И это движение было связано с духовной жизнью человека. И вот это движение поэтистов, оно было связано вообще с духовным движением этого столетия. В Англии также было такое движение среди англиканских церквей, но оно называлось пьюританство. Пуритания. 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 Они имели много общего и похожего с поэтистами, которые находились на континентальной Европе. Это стало важным, потому что много пуританов переехали в Северную Америку, эмигрировали в Северную Америку. Поэтому это было два новых течения в духовной жизни. С акцентом на личных взаимоотношениях с Богом, и на дисциплине личной молитвы, а также близком взаимоотношении среди верующих. И это все подготовило то, что произошло в 1700-х годах. Теперь посмотрим, в 1720-х и 1730-х годах были очень важные события. И много историков рассматривают это время как начало евангелического христианства, именно в той форме, в которой мы знаем его сегодня. И начиная с того времени, фокусировка идет на пробуждение. И начинается момент, когда появляется работа миссионеров. Давайте посмотрим, как это все началось. Джон Весли повлиял очень сильно. Он жил в Западной Англии. Он начал движение людей, которые впоследствии мы знаем как методистов. И Весли был человеком, который имел сильнейшее влияние на народ, на толпы народа он мог собирать. Вместе с ним еще один проповедник из Англии, которого зовут Джон Витфилд. И они начали проповедовать. И вот мы видим что-то новенькое. А новенькое заключалось в том, что они начали проповедовать на открытом воздухе, на улицах. И огромнейшие толпы начали собираться, чтобы прийти и слушать. Это происходило в Англии. Это происходило в Северной Америке. И видите, вот здесь начинается начало пробуждений. Потому что они проповедовали о том, что человеку необходимо личное изменение. Они фокусировку свою ставили на глубоком покаянии в грехе. Когда вы только проповедуете в зданиях церковных, вы достигаете тех людей, которые уже принадлежат определенной церковной традиции. Но когда вы проповедуете на открытом воздухе, любой человек, всякий, может прийти. И это было начальной точкой, когда начали собираться различные христиане из разных групп слушать. Они приходили, собирались вместе, чтобы послушать проповедника. Но также, из-за того, что собирались огромные толпы, Бывало такое часто, что Уэсли собирал 10 тысяч, 20 тысяч. Интересно, как это у него получалось без микрофона? Я не знаю. Но Уэсли большую часть своей жизни проповедовал, бывало, по 5 раз в день. И часто начинал с 5 часов утра. Потому что он хотел еще проповедовать тем людям, которые только еще встали, чтобы идти на работу. Поэтому Уэсли смог достигнуть самых бедных людей, которых была тяжелая жизнь. Мы читаем в истории историю о моравских братьях. Это территория современной Чешской республики. Там есть две провинции — Бохимия и Моравия. И здесь это движение началось примерно за 400 лет до этой реформации, которую мы рассмотрели. И это движение, оно ассоциируется у нас с человеком, которого звали Иоанн Гус. И он также причастен к ранним переводам Библии. И мы его знаем как реформиста. И также знаем его за его более библейской проповеди. Образовалось целое движение людей, которые следовали Гусу. И они в конце концов также преследовались католическими правителями. И в 1722 году группа моравских братьев попыталась избежать гонений. Они побежали в Германию, где их с радостью приняли где их с радостью принял местный лорд, которого звали Николас Зинзендорф. Он дал им земли, где они смогли построить свое собственное поселение. И этот город назвался Херенгуд. И это был центр моравских братьев, и это движение существует до сегодняшних дней. И в этом городе было знаменательное излияние Духа Святого в 1727 году. И это излияние Духа Святого вот эти события, они произвели то, что из этого города много миссионеров поехало в разные направления. And there was some interaction between the Moravians and Wesley. Также происходил определенный диалог между моравскими братьями и Wesley. Now, in fact, Wesley had some differences with the Moravians. Фактически, ну, если так брать, то у Wesley были разногласия с моравскими братьями. But these were two important developments that were similar in some ways, which led to the beginnings of the Protestant missionary movement. Нет, нет, эти два движения, Wesley и моравские братья, они также положили начало протестантскому движению. This is the beginnings, I think, of an evangelical kind of pattern of faith that saw itself as a fruit of the Protestant Reformation, but which in some ways had new elements. I've mentioned open air preaching as a new element. I've mentioned missionary work as a new element. these expressed a whole new confidence and a, you see, the pietists and the puritans, who in some way prepared the way for these developments, they were rather introverted. They were they were they were they were they were they focused on being right before God and there was the whole teaching on assurance of salvation came more with the evangelical was new with the evangelical development. and so it's at this point that you get a very dynamic movement that is outward looking and having a big impact. now with this new development from it's coming from Moravian's it's coming from Wesley Whitefield and others in America Jonathan Edwards this is where you get the experience of revivals and the language of revival and so it's a characteristic of evangelical Christianity to pray for revival to pray for revival now what do is meant by revival it's a bit different from what I was saying about renewal it's a bit different from what I was saying about renewal it's not opposed to it I'm going to say later I think this week we need both I'm going to say I'm going to say that revival is not quite the same as renewal I'm not saying one's right and the other's wrong I'm saying both have picked up on something that is a work of the Spirit but revival focuses on personal conversion personal confession of sin on the personal knowledge of Jesus as my Savior and from that the priority of evangelism and it's a priority of evangelism or evangelism so it's a mark of evangelical faith that the greatest priority that the greatest priority is evangelism evangelism but there was a confidence of the being people this happening on a big scale and there is and there is a big scale they that when evangelicals speak about revival they don't just mean a few people experiencing conversion they pray for this happening on a big scale thousands being converted of people who are so since that time there have been some places and events where whole regions have experienced like a visitation of God with thousands of people being brought to conversion and living faith but the focus here is on personal conversion of each one and that this happening on a big scale но это все происходит в большом масштабе поэтому поэтому вот как народы будут находиться под влиянием под влиянием пробуждения there is less focus on church in this tradition и в этой традиции меньше фокус меньше фокус идет на церковь поэтому вот в чем различие разница между пробуждением и реформ или обновлением реформация реформация и также есть разница еще с восстановлением мы еще восстановление не рассмотрели есть у кого-либо вопросы есть у кого-либо вопросы о восстановлении who made up these terms revival and reformation and renewal and restoration who made up these terms well they they weren't the work of one person ну это не было работой одного человека люди начали использовать эти термины and then you find some terms get more widely accepted because people feel this expresses this term expresses better than what we understand what we're trying to talk about говорит о том что мы хотим сказать but the language of revival was used from the time of from the 1700s you see the language of revival was not used in the middle ages for example не использовался в средневековье например the language of renewal is in some that also in some way came later but you can see that what it is describing was happening earlier но если мы вообще так посмотрим то то что термин описывает оно уже происходило раньше до появления этого термина когда появляется новое слово это не означает что то что оно описывает оно вот сейчас началось когда это слово появилось поэтому франциск 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 не использовал например термин обновления но я думаю что он именно этим и занимался он именно этим и занимался и now the word реформ however но слово реформация было ключевым словом у Лютера и Кальвина но они не были первыми людьми которые использовали это слово потому что люди уже называли некоторое время уже называли реформацию словом реформация и the protestant реформация была успешной и начала широко распространяться потому что люди жаждали реформации реформа долгое время и никаких реформ не происходило видите это в истории что-то в народе в обществе оно как нарастает нарастает и потом приходит время когда что-то происходит и как раз это именно время для того чтобы произошли изменения хорошо 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 это представители пользуются как католики они которые используют окей the protestants believers use the term revival but what is what do catholic believers use for this word well catholic you see catholics are more less focused on the individual person видите ли католики они менее сфокусированы на личном на личности поэтому терминологии слов которых они используют у них есть целая теологическая церковная предыстория фон но теперь вы видите период 18-19 столетия протестантских пробуждений в различных местах и есть некий католический историк который описывает вот эти события изучая пробуждения он приводит параллели католических священников и некоторые протестанты и он в своей книге он приводит параллели и описывает схожести между католическими проповедниками то что происходило и пробуждениями проповедников в Соединенных Штатах и Европы 19-го столетия и в чем смысл что разный подход мышления но главное оставалось одним то что люди изменяются Господом и этот человек написал книгу которая называется пробуждение католическое пробуждение что фактически является изучением католических проповедников и пробуждения 19-го столетия но знаете потому что он это сделал из-за того что он хотел показать протестанты схожести между протестантскими проповедями и католическими да но католики не используют термин пробуждения хорошо хорошо заканчиваем заканчиваем заканчиваем